Многие говорят про 10 тысяч шагов в день, что думаю вовсе неплохо. Однако один врач тут заявил, что все все неправильно поняли и для настоящего эффекта нужно не 10 тысяч шагов в день, когда немного походил, потом немного передохнул, потом встал, потом сел, потом в магазин сходил, а нужно 10 тысяч шагов за один раз, что в общем-то означает 2 часа довольно интенсивной ходьбы. Итак, что нам нужно для такой прогулки? Ну, во-первых, время. Как вариант, можно устроить себе прогулку после работы, в ночное время. Как раз людей на улице уже нет, никто не мешает и не отвлекает. Ну и плюс 2-часовая прогулка вместо ужина выполняет сразу 2 цели. Сжигает лишние калории и не дает набрать их же во время позднего ужина перед сном. Во-вторых, нужно убедиться, что у вас нет проблем с суставами или каких-либо хронических заболеваний. Из-за которых такая активность может оказаться во вред. В-третьих, проверить наличие у вас с собой воды. Если прогулка идет более часа, точно потихонечку нужно пить воду. В-четвертых, убедиться, что у вас удобная обувь и одежда. А то натертые бедра или мозоли на ступнях могут испортить все впечатление от прогулки. И первый поход на 10 тысяч шагов за раз неожиданно станет последним. В-пятых, выбрать маршрут на 10 тысяч шагов, включить навигатор, если необходимо, и начать шагать. Ну и в последних, так как прогулка занимает около двух часов, важно иметь хотя бы несколько тем для размышлений. В любом деле очень важен позитивный настрой, поэтому размышления о непростой судьбе и жизни можно заменить молитвой, прослушиванием интересной аудиокниги, разговором с другом или вдохновляющей музыкой. А вообще, вы задумывались, откуда взялось правило 10 тысяч шагов в день? И почему шагов должно быть именно 10 тысяч? На каких научных данных это основано? В 1964 году в Японии представили первый в мире шагомер под названием ManpoKey. В переводе он так и означает «10 тысяч шагов». И во время Олимпиады в Токио запустили рекламу. Чтобы устройство лучше продавалось, маркетологи взяли за основу рекламной кампании исследование японского ученого, который якобы случайно в то же время заинтересовался этой темой. Ученый посчитал суточную активность среднестатистических японцев, оказалось, что они проходят около 5 тысяч шагов в день, и установил, что увеличение количества пройденных шагов снижает риск сосудистых заболеваний. И вот уже более 60 лет, благодаря одной рекламной кампании и одному исследованию, спортсмены и приверженцы ЗОЖ по всему миру стараются выполнять норму. В общем, одна успешная реклама практически изменила мерку. Но я совсем не против, так как ходьба действительно одно из самых универсальных, полезных и безопасных упражнений, совместимых со множеством других занятий. Еще мне вспоминается из детства. «Мы с тобой увидим лес, полный сказок и чудес. Сразу станешь ты счастливым, и здоровым, и красивым. Сделай свой рюкзак полегче, а никто оттянешь плечи. Мы собрались в путь на прекрасный мир взглянуть. Гору нужно одолеть, можно силу не жалеть, А на вершине восхождения ахнуть от восхищения. Стал я сильным, стал я ловким, на подъем и шутку легким. Удивляется народ, излечил меня поход». Ходите с удовольствием. Всем добра и здоровья.